Первая линия терапии 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 является крайне неблагоприятной для пациента. Таким образом, если мы сочетаем ингибиторы синтеза ВГФ, это ингибиторы тирозинкинас, которые ингибируют рецепторы к фактору ВГФ, вы хорошо их знаете, ингибиторы тирозинкинас, мы сочетаем их с ингибиторами PD-1 или PD-L1, это контрольные точки иммунного ответа, рецепторы либо на опухолевых клетках PD-L1, легант к рецептору программируемой клетчатой смерти, который находится на Т-лимфоцитах и является ингибирующим рецептором, и если легант PD-L1 соединяется с рецептором PD-1, то происходит подавление активности Т-лимфоцитов. Применяя ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, мы блокируем рецептор PD-1 или легант PD-L1, таким образом снимая вот это тормозное влияние на Т-лимфоциты. Таким образом у нас получается двойное синергическое действие двух препаратов с различным механизмом действия. С одной стороны мы снимаем тормоз с Т-лимфоцитов, с другой стороны мы улучшаем опухолевое микроокружение за счет уменьшения иммуносупрессивных клеток и увеличения иммуноактивных клеток. И кроме того мы уменьшаем ангиогенез, уменьшаем воспалительный, инфильтративный компонент опухоли, что также мешает иммунному ответу. Этим обусловлена комбинация этих двух различных препаратов. Ну вот здесь вы видите схематически показан ангиогенный эффект линвотиниба, который является мультитаргетным тирозинкиназным ингибитором в комбинации с иммуностимулирующим эффектом пембролизумаба, который является анти-PD-1 препаратом и приводит к усиленной активации Т-клеток в микроокружении опухоли, что помогает преодолеть первичную и приобретенную резистентность к иммунотерапии. Линвотиниб ингибирует сосуисцентролиальные факторы роста. Помимо этого он ингибирует фактор EFGF и ингибирует фактор FGFR. Это фактор роста фибробластов. Возможно, этим обусловлена высокая его противоопухолевая активность, которая проявляется даже тогда, когда ингибиторы VGFR уже бывают неэффективны. Поэтому вот это мультитаргетное действие препарата Линвима в комбинации с пембролизумабом является высокоэффективным. Если обратиться к существующим гайдлайнам, то мы видим, что комбинация этих двух препаратов Линвотиниб и пембролизумаб находится в приоритетных режимах с категорией достоверности 1. И вне зависимости от группы прогноза, от группы риска, мы видим и в группе хорошего прогноза или низкого риска, и в группе промежуточного и плохого прогноза, комбинация Линвотиниб и пембролизумаб является одной из предпочтительных рекомендованных линий терапии у пациентов с метастатическим почечноклеточным раком. То же самое мы видим в рекомендациях ЭСМА. В первой линии системной терапии комбинация пембролизумаб и линвотиниб является одной из предпочтительных в группе и благоприятного прогноза, и промежуточного, и неблагоприятного прогноза. Если посмотреть на российские рекомендации, мы также видим, что комбинация пембролизумаб и линвотиниб в рекомендациях Русска уже в 2021 году была также в группе комбинаций предпочтительных вне зависимости от групп прогноза. Почему все рекомендации так безоговорочно рекомбинуют комбинацию пембролизумаб и линвотиниб в первой линии терапии метастатического рака почки? Это наступило после завершения крупного исследования третьей фазы исследования КЛИР, которое включало пациентов с первично выявленным метастатическим почечноклеточным раком, которые ранее не получали никакого лечения. Пациенты были рандомизированы на три группы. Первая основная исследовательская группа включала комбинацию двух препаратов, о которых мы говорили. Это пембролизумаб и линвотиниб. Линвотиниб в дозе 20 мг, пембролизумаб в стандартной дозе. Вторая группа, контрольная группа, пациенты получали сунетиниб в стандартном режиме 50 мг, 4 недели, 2 недели перерыв, поскольку сунетиниб долгое время был стандартным первой линии терапии. Вы знаете, что все, в общем-то, существующие комбинации в исследованиях третьей фазы сравнивались именно с сунетинибом. Ну и поскольку уже мы имели опыт применения линвотиниба в комбинации с эверолимусом, успешной комбинации у пациентов во второй, в третьей линиях у пациентов с метастатическим раком почки, то это когорты больных также исследовалось у пациентов. Первичной конечной точкой была оценка выживаемости без прогрессирования. Согласно критериям Рецист, вторичные конечные точки включали частоту ответа и общую выживаемость. Исследование КЛИР показало преимущество комбинации линвотиниб с пембролизумабом по всем показателям эффективности. В отношении выживаемости без прогрессирования мы видим достоверное влечение выживаемости без прогрессирования. Медиана почти 24 месяца по сравнению с 9 месяцами в группе Суни-Тениба. Частота ответов. Мы видим очень высокая частота ответов. 71% – это только частота объективных ответов. А позже мы будем говорить о том, что на самом деле все пациенты в той или иной степени ответили уменьшением размеров опухоли, то есть 100% больных в той или иной степени ответили. Полный ответ был достигнут у 17% больных. Сложно себе представить, что мы вообще могли достичь таких результатов при метастатическом раке почки. Тем не менее, это так. И частичный ответ почти у 55% больных. Если посмотреть на показатели общей выживаемости, мы видим, что комбинация пембролизумаб-линвотиниб обеспечивала снижение риска смерти на 28% по сравнению с Суни-Тенибом. Хотя медиана не была достигнута ни в одной из групп. При подгрупповом анализе мы видим, что эффективность комбинации отмечалась вне зависимости от прогностической группы по шкале MSKCC и независимо от прогностической группы по шкале AMDC. Эти группы немного отличаются по факторам прогноза. Тем не менее, мы видим, что при использовании и одной, и второй шкалы никакой разницы мы не видим. Преимущество в группе комбинации линвотиниб плюс пембролизумаб. Статус Корновского также не влиял на момент включения пациентов в исследование на эффективность комбинации. Количество локализации метастазов одна, две или более также не влияло на эффективность комбинации, поэтому выживаемость без прогрессирования достоверно увеличивалась при любом прогнозе и независимо от объема метастатического поражения. Уживаемость без прогрессирования увеличилась более чем в два раза в группе линвотиниб пембролизумаб при благоприятном прогнозе и в четыре раза в группе промежуточного плохого прогноза. Вы видите, что кривые расходятся очень убедительно. В случае благоприятного прогноза мы видим медиану выживаемости без прогрессирования 28 месяцев, то есть больше двух лет пациента не прогрессируют на терапию пембролизумаб линвотиниб. При сунетинибе это всего 13 месяцев, хотя для сунетиниб это тоже очень высокий показатель. Мы знаем, что медиана обычно составляет около 9 месяцев, но это группа благоприятного прогноза, поэтому здесь она чуть выше. А вот уже в группе промежуточного плохого прогноза вы видите, медиана выживаемости без прогрессирования на сунетинибе совсем низкая, 5,9 месяцев. А как раз пациенты группы промежуточного и плохого прогноза и составляют основную проблему для онкологов, поскольку они хуже отвечают на терапию и обладают значительно худшим прогнозом. И вот как раз в этой подгруппе больных мы видим в 4 раза увеличение выживаемости без прогрессирования при применении комбинации линотиниб пембролизумаб со снижением риска прогрессирования на 64%. В этом году были обновлены данные исследований КЛИР, они были представлены на ЭСМО, и мы видим, что преимущество выживаемости без прогрессирования продолжает сохраняться со снижением риска прогрессирования или смерти во всей когорте пациентов на 58%, медиана выживаемости без прогрессирования почти 24 месяца. И мы видим, что и в случае оценки группы прогноза по шкале MSKCC или по шкале IMDC во всех группах прогноза очень убедительное соотношение рисков, то это говорит о том, что это действительно достоверное различие. Также был проведен обновленный анализ общей выживаемости и уже при медиане наблюдения 34 месяца в отношении комбинации леново-пембра и практически такая же 33-4 десятых месяца в группе снижением тениба сохраняется преимущество общей выживаемости у пациентов, которые получают леново-тениб и пембролизумаб. Надо сказать, что медиана выживаемости не достигнута пока ни в одной из групп, поэтому мы будем и дальше наблюдать за судьбой этих больных, но совершенно очевидно, что пациенты, которые получают комбинацию леново-тениб и пембролизумаб обладают значительно лучшими показателями отдаленной выживаемости, видим снижение риска смерти на 28% вне зависимости, опять же, от группы прогноза. Общая выживаемость пациентов, завершивших двухлетнюю терапию пембролизумабом и продолжающих монотерапию леново-тенибом, согласно протоколу пациента получали пембролизумаб 2 года и 101 пациент прошел весь курс лечения, двухлетний, их с 355, и вы видите кривая выживаемости этих пациентов, они начали прогрессировать очень и очень нескоро, трехлетняя общая выживаемость составила почти 95%, то есть 3 года прожило 95% больных, которые смогли завершить полностью курс лечения двухлетней пембролизумабом и затем остались на монотерапии леново-тенибом. Частота ответов была достоверно выше в группе леново-тениба и пембролизумаба во всех группах прогноза по сравнению с унитенибом, вы видите частота ответов в группе промежуточного плохого прогноза 72%, благоприятного прогноза чуть ниже, но тоже очень высокая, 68%, а если взять всех пациентов, то это 71%, и если сравнить с унитенибом, даже в группе благоприятного прогноза частота ответов 50,8%, а в группе промежуточного плохого только 28%. Обновленный анализ КЛИР, мы видим, что частота полных ответов в группе получавших леново-тенибе и пембролизумаб не уменьшилась за период наблюдения, а наоборот увеличилась. Мы видим, что полный ответ был достигнут у 17,2%, общая частота объективных ответов составила 71%, по сравнению с только 36% в группе с унитенибом. Глубина ответа. Как влияет глубина ответа на выживаемость? Мы видим, что если у пациентов отмечался полный ответ или уменьшение таргетных очагов от 75% до 100%, то больших различий между этими двумя группами не было, и выживаемость этих пациентов была значительно лучше, чем выживаемость пациентов, у кого мы наблюдали ответ меньше, чем 75%. Медиана длительности ответа на лечение составила почти 26 месяцев, помимо того, что это говорит, что комбинация эффективна, это также говорит о том, что пациенты относительно неплохо переносили лечение, иначе бы такая длительность лечения была бы просто невозможна. В случае с унитенибом медиана составила значительно меньше 14,6 месяцев. И то, что я говорил в самом начале, дальнейшая терапия за пациентами. Под анализ исследований КЛИР показал, что пациенты, которые получали в первой линии линвотинип и первой лизумаб, имели довольно неплохую медиану выживаемости, при последующих линиях терапии, продолжительность лечения на последующей линии, мы видим медиана более 5 месяцев, достоверно не отличается от медианы на последующей линии терапии в группе с унитенибом. И если посмотреть на последующей линии терапии, мы видим, что пациенты в группе линвотинип и эмбролизумаб получали различные варианты терапии, это и анти-ВГФ терапия, и ингибиторы контрольных точек, и ингибиторы МТОР, ингибиторы СТЛАИ-4, и различные исследовательские препараты, включая саволинитенип и другие препараты. Но чаще всего пациенты получали анти-ВГФ в таргетную терапию, это приблизительно треть пациентов, и ингибиторы контрольных точек около 8% пациентов. Важный показатель – это выживаемость без прогрессирования 2, то есть выживаемость без прогрессирования на уже второй линии терапии после прогрессирования на первой линии терапии. Рассчитывается она как время от родномизации до прогрессирования заболевания на второй линии терапии или до смерти по Мы видим на графике убедительное преимущество комбинации в отношении выживаемости без прогрессирования 2, то есть уже на второй линии терапии у пациентов, которые получали комбинацию линолотинип и амбролизумаб по сравнению с пациентами, которые получали сунетинип. Выживаемость без прогрессирования была достоверно лучше у пациентов, которые получали комбинацию линолотинип и амбролизумаб как в первой линии терапии, так и на второй линии терапии. Мы видим, что медиана составила 24 месяца в первой линии терапии для комбинации, 9 для сунетиниба, а для второй линии терапии медиана до сих пор не достигнута у пациентов, которые получали комбинацию линолотинип и амбролизумаб, а для сунетиниба она составила 28 месяцев. Таким образом, мы видим снижение, убедительное снижение прогрессирования даже на второй линии терапии, составляющие 50% по сравнению с пациентами, которые получали сунетиниб. Большой интерес представляет группа пациентов, у которых не удалена первичная опухоль, это пациенты с так называемыми таргетными очагами в почках, поскольку мы знаем, что комбинации эффективны в отношении метастазов, но как ведут себя первичные опухоли. И вот здесь как раз выделена подгруппа пациентов с очагами в почках, это неудаленные очаги в почках, и пациенты без таргетных очагов в почках. Мы видим, что и в той, и в другой группе больных комбинация линолотинип и амбролизумаб имеют преимущество над сунетинибом, то есть вне зависимости от того, удалена почка или нет, комбинация более эффективна, чем сунетиниб. Если посмотреть на показатели общей выживаемости у пациентов с таргетными очагами в почках, то мы видим снижение риска смерти на 56%, по сравнению с сунетинибом, если они получают комбинацию. Если пациенты без таргетных очагов в почках, мы также видим снижение риска смерти чуть меньше на 24%, и там и там мы видим достоверное преимущество комбинации. Частота ответов также значительно выше вне зависимости от того, есть ли таргетные очаги в почках и у пациентов без таргетных очагов в почках. Преимущество отмечается у пациентов, которые получают комбинацию линолотинип и амбролизумаб по сравнению с сунетинибом. Мы видим полный ответ 2,6%, у случаев сунетиниба это почти в два раза меньше, 1,4%, частичный ответ почти 70% и только 25% в группе сунетиниба. Длительность ответа приблизительно медиана одинакова, вне зависимости от того, в какой группе находились пациенты. То, что я вам сказал с самого начала, это воздействие комбинации на размеры опухоли. Мы знаем, что объективным ответом считается уменьшение опухоли более чем на 30%, но любое уменьшение опухоли отмечалось у 100% больных, которые получали линолотинип и амбролизумаб и только у 88% пациентов, которые получали сунетиниб. Таким образом, в отношении уменьшения размеров первичной опухоли, опухоли почки и метастазов комбинация имеет преимущество по отношению к сунетинибу. Ну, если мы сравним все существующие комбинации, мы не берем здесь комбинации двух иммуно-онкологических препаратов, неволумаб и пилимумаб, а сравниваем четыре комбинации ингибиторов контрольных точек, ингибиторов тирозинки нас, то мы видим, что комбинация линолотинип и амбролизумаб в отношении выживаемости без прогрессирования является наиболее эффективной. Мы видим наилучшее соотношение рисков со снижением риска прогрессирования больше, чем на 53% в группе благоприятного прогноза. А я напомню, в группе благоприятного прогноза практически ни одна из комбинаций не показала достоверных различий. Вы видите, что доверительный интервал выше единицы при всех других комбинациях и только в комбинации нинолотинип и амбролизумаб мы видим статистически достоверные преимущества выживаемости без прогрессирования именно в группе благоприятного прогноза. В остальных группах прогноза мы также видим достоверное улучшение выживаемости без прогрессирования и оно значительно лучше, чем использование всех других комбинаций. В отношении общей выживаемости мы видим приблизительно похожие результаты с другими комбинациями при использовании линвотиниба, пембролизумаба. Но тоже показатели очень-очень высокие, уже не говоря о том, что, конечно же, мы будем и дальше наблюдать за судьбой пациентов. Время наблюдения еще за пациентами не исчерпано и отдаленные результаты также ожидаются при последующих дополнительных анализах. Анализ под групп пациентов с частичным ответом. Давайте посмотрим в группе благоприятного прогноза. В исследовании Клир мы видим частота ответа в группе благоприятного прогноза 68%. Это можно сравнить только с комбинацией акси-пембра, где тоже было 68%. В группе промежуточного прогноза почти 73%. Это выше, чем во всех других группах прогноза. А промежуточные прогнозы – это основная популяция больных, мы должны понимать. И в группе плохого прогноза тоже самый высокий ответ мы видим. Почти 70% пациентов ответили в группе плохого прогноза. Такого ответа мы не видим ни при использовании ни одной другой комбинации. Если говорить о профиле пациента, который соответствует критериям отбора для применения этой комбинации, то это должен быть пациент с распространённым почечным раком, без предшествующей системной терапии. И мы видим, что любая группа прогноза нас устраивает. Соответственно, практически любой пациент может получать эту эффективную комбинацию. Полная инструкция по применению этого препарата доступна и в интернете. Можете сканировать вот этот штрих-код и получить полную инструкцию о возможностях применения линвимы, линвотиниба. И на этом позвольте мне закончить.